здравствуйте уважаемые вязальщицы я вас рада приветствовать на моем youtube канале который посвящен вязанию называется канал емеля лидинг и в этом видео уроке мы будем вязать двухслойную двухстороннюю шапочку вот так она выглядит на два лица можно носить с отворотом на одну сторону и на другую эффектно шапочка смотрится когда внутренний слой немножко выворачивается на лицо и вот так носится фото на модели вы посмотрите либо я сейчас примере покажу вам как получится что касается номеров цветов для этой шапочки здесь у меня два оттенка сиреневых вот такой сочный и выбеленный цвета который выбрал для этой шапочки номер цвета 17 78 темный цвет сиреневый и светлая сторона шапочки 88 35 кому будет интересно посмотрите может быть так уже захотите связать для шапочки которым мы будем вязать вместе я еще не выбрала второй цвет но первый будет 38 31 вот такой тоже светлый началась с этой стороны может быть она у меня тоже будет со светлой и с темной стороной может быть и два светлых оттенка только разного цвета посмотрим я еще не выбрал цвет в процессе узнаем значит нам для вязания понадобятся спицы номер три крючок немного пряжи другой альтернативной необходимо нам пряжи маркеры четыре штуки ты ну какого-то нейтрального цвета и один ключевой у меня это красный который обозначает начало ряда пряжа два матка одного цвета и два матка другого цвета описание значит пряжа кутнор и выбрана натика пряжа 100 процентная baby альпака в 50 граммах 100 метров рекомендуемые спицы 4 4 с половиной так как у нас шапочное изделие я всегда беру спицы на размер меньше или по крайне предлагаемые я выбрала спицы номер три я слабо вижу пряжа будем вязать на обхват головы 55 57 в связав образец значит он у меня из 20 петель две крайние петли кромочные я отняла получается образец 18 петель у меня равен 7 с половиной сантиметра для расчета объема головы 55 я отнимаю 3 сантиметра получается 52 и узнаю сколько петель в одном сантиметре должно у меня по образцу получится это 18 делю на 7 с половиной у меня получается 2,4 петли в сантиметре и уже от 52 от объема отнимая 15 процентов 44 сантиметра и уже эти 44 умножаю на сколько петель в сантиметре получается 106 петель я округлила до 108 чтобы в конце при закрытии макушки у меня получилось ровное число петель в каждом секторе секторов у меня четыре получается 108 поделив на 4 выйдет 27 петель в каждом секторе размер нашей шапки значит шапка будет вязаться на вход головы 55 57 по высоте шапочка будет 25 сантиметров с напуском так как шапку нас будет закрываться четырьмя секторами вот эта макушка закрытия она равна 1 4 всей высоты шапки поэтому 25 мы делим на 4 получаем 6 сантиметров это выделяем на макушку и оставшиеся 19 сантиметров мы вяжем по прямой по прямой вот эти 19 сантиметров у меня равны шестидесяти двум рядам вот краткое описание вы можете сделать print screen и в дальнейшем использовать данное описание ну как вам будет удобно я сразу пробегусь по этому описанию дальнейшему 62 ряда вяжем по прямой затем делим на 4 сектора наш значит изделия закрывать буду с одной центральной петлей это что значит это значит что центральная петля макушки и вот эти сектора они встречаются вот так в этой центральной петли получается вот такая макушка и кстати говоря сразу покажу шуту шапку нас выглядит вот так вот место соединения двух ниток к этому вернемся значит делим на 4 сектора с одной центральной петлей и закрываем через один ряд 10 раз далее закрываем в каждом ряду пока не останется 6 петель фактически мы должны связать с вами две шапки итак начнем так как наша шапочка состоит просто из двух шапок которые соединяются по их нижнему краю то нижний наборный край для этой шапки нам не нужен для того чтобы у нас отсутствовал наборный край мы наберем воздушные петли крючком и дополнительной ниткой и далее из воздушных петель цепочки вот этой связаны крючком наберем поднимем уже петли для шапки приступим наберем воздушных петель не 108 по количеству петель в шапке а побольше 110 112 просто чтобы потом хвостик нас болтался и ничего нам не помешало набрать именно 108 петель берем дополнительную нитку и набираем крючком воздушные петли так 110 112 петель и так я набрала 112 петель через последнюю петельку я предлагаю вам пропустить полностью нитку чтобы цепочку у нас не убежала никуда все закрепили цепь также вместе рекомендации по выбору пряжи для вот этой наборного вот этого ряда так скажем выбирайте пряжу какую-то шелковистую чтобы она у вас легко бегала по вашей основной нитки и не оставляла шерстинок чтобы они не спутывались когда в дальнейшем придется вот эту нитку распускать и так берем нашу основную пряжу и сейчас мы будем поднимать петли из нашей цепочки петли из цепочки я набираю крючком переставляя в дальнейшем их на спицы и для этого действия мне необходим крючок без ручки то есть чтобы не было вот такой ручки держателя утолщения потому что набирать я буду со стороны крючка а снимать их с противоположной стороны приступим итак смотрим внимательно у нас есть вот такая цепь из воздушных петель она имеет лицевую сторону из вот этих петелек и изнаночную внимание из протяжек вот это дорожки полосочек которые лежат непосредственно под вот петелька и внизу нее вот это перемычка вот набирать мы будем вот этих перемычек вот отсюда это мы сделаем что в дальнейшем было было легко нам распустить звенья и не пришлось использовать ножницы в этом и так поддеваем крючок нижнюю часть цепочки берем основную нить и раз набрали петлю надо стараться чтобы размер надо стараться чтобы высота петли была соответствующего первого ряда чтобы она была не растянутая и не затужена принципе у меня и крючок и спицы имеет одну толщину поэтому мне будет легко ориентироваться по крючку придерживаем цепочку и хвостик основной нити и с изнаночной стороны продолжаем набирать петли нашего начального ряда таким вот образом сейчас вы посмотрите я ускорю дальше процесс мне кажется здесь будет все в принципе понятно главное не ошибиться и набирать именно с нижней стороны цепочки чтобы потом не было проблем ну как бы неприятного такого знаете застоя в работе когда ты возишься и у тебя и тут и ножницы и чтобы петля не убежала а так все это будет легко и просто вот например я набрала петли на крючок беру спицы и переставляю передвигаются другую противоположную сторону петельки и переставляю их на спицу сейчас будет немного трудно удерживать и крючок и спицы то есть теперь у нас появился появились еще и спицы в работе и крючок еще две нитки в принципе можно использовать кстати говоря спицы деревянные они труднее скользят по пряже и не так будет убегать спицы из петель потому что в дальнейшем у вас будет большое количество петелек и просто можно потерять все петли нужно быть очень внимательными так спицы держим нитку держим цепочку держим продолжаем набирать на крючок петли кстати говоря это можно сделать наверное спицами вот ведь уже убежала ну по-моему это не так удобно будет крючком это гораздо удобнее здесь вот так можно делать тоже пряжа соскакивает со спицы убегает каждый раз но можно посидеть подольше что вам будет удобнее быстрее можно набирать принципе и крючком и спицами вот смотрите два варианта вот у меня уже петли получается на спице я ничего не переставляю и крючок у меня в работе не присутствует и так продолжаем значит нам нужно поднять сто восемь петель выбирайте удобный вам способ и встретимся когда все петли будут у нас на спице так сто восемь петель набрано полезный совет для тех кто будет набирать спицами либо крючком в принципе без разницы чтобы у вас была возможность выбора набирайте вот эти звенья не очень тугие а достаточно свободные чтобы при наборе спицей вам было легко подеть вас было место подеть спицу под петлю и вытащить если здесь большая будет петелька звено то вас будет легко вот это движение сделать зацепить основной нить и так сейчас мы должны просто начать вязание главное нам ровненько распределить ровненько развернуть наши петли чтобы не было вязание скрученная так смотрим чтобы смотрим чтобы все петли в одну сторону были развернуты очень важный этап потому что дальше если здесь все перепутать просто придется распустить ничем это нельзя будет исправить так у меня все верно развернуто рабочая нить на правой спице вот она значит придерживаем вот эти вот ниточки чтобы у нас это первая петля просто не была сильно растянута берем значит рабочую нить как вам удобно прихватываете ее вот эти оставшиеся звенья оставляем они нам потом просто будут удобных распустить и начинаем вязать значит на этом этапе важно чтобы петли не были перекрещены поэтому смотрим куда стенки петли вот передние и задние размещены и так чтобы не были петли скрещены берем за как бы за первую стенку петлю вот она идет нитка к нам сюда к правой руке и значит именно за эту стеночку мы должны подцепить петлю наша рабочая нить туго держу подтягиваем нитки чтобы крепкая была петля первое аккуратно чтобы не было видно вот это его начало дальше следующая петля также за ту стенку которая идет к правой спицы вот она то есть у нас новая петля должна образовываться вот из этой стеночки поддеваем за нее вот она дальше да понятно вот эта петля идет влево если мы из нее будем выстягивать то вот этот ряд у нас получится скрещенным вот видите стенка влево уходит если мы сейчас где сниму вот она скрещенная петля получилось такого нам не нужно нам нужно чтобы все петли были прямые так за стенки которые ходят на правую спицу все вязание у нас началось теперь только нам нужно вязать по прямой сто восемь петель шестьдесят два ряда могу сказать мой отзыв по пряже вот этой натика она достаточно ну не рыхлая но у слабой скрутки и поэтому вот у меня очень быстро на ней вязать не получается но сейчас я еще медленнее вяжу потому что первых перед камера держу потом еще этот первый ряд но если вязать на ней быстро то можно легко отвлечься и просто расщепить петли и потом будет полотно неаккуратным понятно что расщепленная петля там начинается вот в этой пряже растяжки неаккуратность полотне поэтому но изделие получается шелковистым нежным конечно очень мягкая шапочка по весу она вот когда держишь в руках она достаточно тяжелой кажется но на голове она не чувствуется вот эта тяжесть или какая-то она неуютно она чувствует по ощущениям она легкая и в очень теплая она конечно я рекомендую на зимний сезон потому что с два слоя альпаки ну куда может быть теплее все встретимся через 62 ряда для разделения шапки конструирования макушки до встречи и так я провязала 62 ряда и теперь приступлю к закрытию макушки чтобы закрыть макушку мне требуется разделить мою шапку мое вязание на 4 сектора так как у нас 108 петель мы набрали их легко поделить на 4 сектора и получим 27 петель и далее мы будем вязать с одной центральной центральной петлей закрывая через один ряд каждый на 10 рядов 10 раз вот я уже поделила шапку на 4 сектора я всегда беру маркеры любого цвета главное чтобы маркер начала ряда у меня отличался у меня это всегда красный маркер и так у меня в секторе по 27 петель сейчас я буду закрывать когда я делю по секторам я уже запоминаю где у меня стоит маркер и начинаю вязать смотрите сейчас я буду закрывать следующим образом все петли которые буду закрывать они мне будут наклоняться в одну сторону потому как если вы заметите на шапках когда закрытие петелей совершается такой вот елочкой то левая сторона всегда симпатично смотрится аккуратно ложатся петли а правая сторона когда петли наклоняются налево смотрится очень неаккуратно и петля всегда выступает над вязанием поэтому я буду закрывать в этой шапке иначе у меня не будет отдельно провязываться центральная петля в закрытых петлях справа и слева а я буду просто закрывать петли в одну сторону с наклоном вправо петли с наклоном вправо я закрываю справа от маркера петли с наклоном влево значит вправо но с другой стороны я закрываю слева от маркера так как это маркер начало ряда то вот эти петли я закрою в конце ряда эти петли я сейчас закрою мне эта петля смотрит не в ту сторону я надеюсь перемещение делал пока подготавливалась сейчас буду закрывать и так значит две петли провязываем вместе лицевой вот они смотрят все петли влево за переднюю стенку берем подхватываем две петли и провязываем одной лицевой точно также как лицевую петлю только две лицевые петли провязываем вместе дальше вяжем по рисунку лицевые петли не доходя до маркера двух петель две петли которые стоят справа от маркера мы также провяжем одной лицевой петлей также с наклоном вправо по результату вы посмотрите как будет смотреться макушка у меня итак не дошли до маркера две петли провязываем две петли одной лицевой петлей поддеваем под крайнюю петлю провязали снимаем маркер и снова провязываем две петли одной лицевой петлей такое действие мы совершаем возле каждого ряда возле каждого маркера в нашем ряду весь ряд мы должны так провязать возле маркеров следующий ряд мы просто будем провязывать не закрывая петель сейчас еще раз повторю возле маркера это действие так не довязали до кон до маркера две петли провязываем их вместе лицевой петлей сняли после маркера две петли провязываем вместе лицевой петлей когда провязываете петли в закрытие старайтесь их вязать потуже чтобы не было дырок вместе сокращений давайте я весь ряд тогда провяжу уже вместе с вами так две петли перед маркера осталось две петли подводим под дальнюю петлю спицу провязываем одной лицевой теперь две петли после маркера провязываем одной лицевой чем хорош метод когда мы все петли закрываем только в правую сторону с наклоном тем что те петли которые располагаются справа от маркера вы увидите у них как раз уже образуется центральная петля которая якобы вот не тронутая будет не тронутая вот вы посмотрите там уже будет такое ребро из петли которые отдельно оставляют петлю при закрытии петель с наклоном как вправо так и влево так две петли перед маркером осталось это нас конец ряда мы провязываем две петли одной лицевой петли снимаем маркер да здесь мы уже закрыли петли это начало ряда все ряд закончен теперь этот ряд мы просто провязываем лицевыми петлями я провязала ряд лицевыми петлями без сокращений кстати говоря я уже начала вязать от нового клубка где-то немножко пониже я соединила два клубка методом сваливания то есть у меня примерно вот только ушло одного клубка этот метод вы можете посмотреть моем другом видео уроке где вижу шапку с модной макушкой из пряжи не пал и так мы провязали предыдущий ряд без сокращения теперь мы снова должны сокращать после маркера провязываем две петли вместе лицевой петлей далее вяжем по рисунку лицевыми петлями не доходя до маркера две петли мне довязали две петли перед маркером провязываем их вместе лицевой петлей снимаем маркер после маркера 2 петли снова провязываем вместе за передней стенки лицевой петлей все и так до конца ряда перед маркером две петли вместе после маркера две петли вместе все сокращения делаем с наклоном вправо я провязала ряд с сокращениями с наклоном вправо теперь не нужно провязать ряд без сокращений я немножко провяжу мы посмотрим что получается при таком сокращение петель сейчас я сниму маркер посмотрите как ложатся петли вот у нас уже немного вырисовывается центральная петля вот сокращение направо и вот сокращение направо то есть вот эти петли идут по центру на самом деле это петли участвуют сокращение когда правая вот эта петелька видите она успеть прячется под петлю расположенную слева от нее и тем самым у нас появляется до вертикальный ряд петель которые прячут нам вот эти правые петлики в общем в конце это будет заметно что очень аккуратно смотрится и давайте тогда самостоятельно закроем через один ряд петли 10 раз нам нужно закрыть петли через ряд далее мы будем закрывать в каждом ряду петли там и встретимся я сделала 10 сокращений которые выполняла через один ряд теперь я буду делать сокращение в каждом ряду перешла на спицы чулочные деревянные чтобы они мне не выпадали из петли по ним нитка скользит чуть хуже если вы знаете способ в волшебной петли то вяжите этим способом вот две мои петли провязываем их одной лицевой петлей с наклоном вправо маркер я держу почти всегда до последнего момента потому что увлекшись провязыванием петелек можно пропустить нужную для сокращений скоро их уже сниму если петли очень трудно подцепляется но я пока с этим справляюсь так провязываем то можно захват вести нитки не вот таким способом а в обратную сторону тогда петля тогда нитка чуть легче цепляется но в таком захвате петля получается развернутым так одну провязываем и сокращаем при чулочных спицах вот эти крайние петли нужно провязывать достаточно крепко держать нить чтобы не было вот здесь растянутой протяжки иначе все будет видно где у вас были спицы я думаю я уже буду снимать маркеры они мне только мешают все петельки на виду сейчас мы сокращаем до того момента пока у нас не останется 6 петель на всех спицах при 6 петлях мы стянем все петельки и спрячем нитку туго идут петли потому что плотно вижу они плотно нельзя вязать иначе будет будут дырки так подцепила здесь уже внимательно следим здесь еще нужно провязать петельку чтобы не провязать лишнее сократить правильно еще когда вы вяжете на чулочных спицах и в частности на деревянных вот эти острые концы ведь они же там вращаются шевеляться могут цепляться за полотно и оставлять вам зацепки поэтому тоже аккуратненько с этим удобнее конечно метод волшебная петля но я что-то перешла на чулочные спицы и раз уж так то на них довяжу эту сторону еще одну провязываю это должна уже сократиться но здесь она сидит не на той спице я переодену эту петельку одну спицу с той петлей которыми надо сократить я уже наверное буду использовать не 5 спицы вязания 4 так вот смотрите сейчас я снова переодену на другую спицу здесь у нас какая ситуация складывается сейчас наглядно посмотрим вот мы сократили петельки они ушли в этот шевчик следующие две петли секторе да 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 этой петли из шва они должны сократиться наклониться вправо отрезаем ниточку оставлю примерно сколько здесь 20-30 сантиметров я всегда оставляю с запасом берем крючок и сейчас будем набирать на него петли чтобы протянуть нитку через петельки макушки оставшийся нужно вводить крючок в последнюю провязанную петлю так мы ввели через эту петлю через последнюю провязанную того чтобы ниточка вошла с этой стороны в череду петель так и теперь прячем нитку во внутреннюю сторону шапки подтягиваем держимся за петельки и тянем ниточку вот так теперь я эту нитку спрячу преимущественно вот выйти швы в любой из них даже не в любой а который будет идти по ходу движения нити чтобы она вот так вот не выворачивалась если вы видите что у вас нить идет по кругу вот сюда вот она мне идет то и прятать я буду тоже по кругу в ту же сторону и скорее всего я уведу вот в этот шов и спрячу это сейчас оставив небольшой хвост ну где-то сантиметров пять три даже наверно потому что в этой шапке будет вторая сторона и изнаночную часть мы не увидим вот такая получилась макушка напомню что здесь мы сокращали всегда с наклоном вправо сейчас я закреплю нитку и мы будем набирать петли для следующей шапки для следующей стороны я приобрела пряжу для следующей стороны для второй стороны шапки такой красивый цвет сиреневый лиловый не знаю вот так он сочетается вот здесь номер сейчас сниму этикетку покажу номер 5820 такая будет контрастная шапочка сейчас будем поднимать петли будем тянуть вот эту ниточку тянем за ниточки за ниточку цепочка уходит берем спицы тянем цепочку и освобождаем петли давайте встретимся уже в конце когда все петельки будут переодеты на спицу в принципе я думаю понятен у меня осталось немножко петель чтобы перекинуть их на спицу вот эту петельку тоже надо поднять вот эту из нее выходит ниточка я ее просто беру и цепляю последнюю петлю вот в этом ряду вот этот хвост мы в дальнейшем заправим сейчас нужно присоединить новую нитку в наше вязание я взяла нитку из середины клубка чтобы у меня клубок не катался при вывязывании ниточка вот так будет удобно выходить из центра какой-то оставляем хвостик небольшой который потом будет удобно спрятать светлая ниточка нас никуда уже не денется нужно просто убрать в сторону чтобы она нам не сильно мешала я обычных вот так вот вместе беру и начинаю вязать вторую сторону шапки главное вязать за правую стенку правая стенка в петле это та стенка то ниточка которая уходит к правой спицы вот смотрите идет нет из протя нить из протяжки поднимается в петлю и образует правую стенку петли поэтому сейчас мы провязываем все петли и вообще все петли вязание нужно вязать провязывать за правую стенку сейчас наша правая стенка является задней стенкой точно стоит с обратной стороны спицы главное провязывать за правую стенку вот за эту ниточку несмотря на то что она передняя стенка или задняя то есть у нас сейчас передней стенкой является левая стеночка правая стенка является задней смотрите провязанные петли уже развернулись влево и вот в этих петлях правая стенка является передней то есть в следующем ряду я буду провязывать за переднюю правую стенку сейчас я вижу за заднюю правую стенку давайте встретимся вот в этом месте я провязала весь первый ряд новым цветом и теперь мне нужно приступить ко второму ряду ряду для того чтобы у меня не было скачка в рядах в цветах смотрите что я сделаю первую петлю второго ряда я провязывать не стану а просто переодену ее на правую спицу на рабочую нитку на это же первая петля на нас из хвостика пока еще держу плотно чтобы петля не растянулась и так первую петлю просто сняла следующие петли я провязываю и в принципе все следующие ряды я провяжу уже без каких-либо изменений я провяжу несколько рядов вы посмотрите какой эффекта я добилась таким способом у нас не будет скачков вот этой ступенчатости при смене цвета у меня есть мастер-класс для смены цвета в рядах можете посмотреть у меня на канале встретимся через несколько рядов и посмотрим я связала какое-то количество рядов сейчас вам покажу переход вот это место ступенька почти не видно еще подтянем нить этот плотненько держу будет вообще незаметно все сейчас я буду вязать вторую часть шапки абсолютно идентично вот этой светлой стороны для вот таких двусторонних шапочек характерно то что просто вы вяжете 2 одинаковые шапки и вот эту макушку вот на этой темной стороне я буду закрывать таким же способом и уже нитки мне придется прятать как бы с внешней стороны но благодаря тому что цвет у пряжи темный это будет не так заметно если какие-то вдруг у меня возникнут погрешности и вот будем уметь двухстороннюю такую двухцветную контрастную шапку вот шапочка после стирки все петельки разровнялись сейчас я найду место соединения двух цветов вот она и темный цвет очень теплая уютная шапка получилась если вам понравилось мое видео ставьте пожалуйста лайк подписывайтесь на мой youtube канал чтобы не пропустить новые видео уроки новые видео ставьте уведомления чтобы не пропустить видео хороших вам удачных проектов спасибо за внимание пока